здравствуйте сейчас покажу один из блокнотов это еженедельник на 2000 2022 год и здесь он и еженедельник и там есть для записи еще место я прямо очень сильно полюбила такой вариант здесь видно листики в клеточку предлагаются он с петелечкой производитель аксент у меня уже был такой я какое-то время вела аксент вот так вот это тоже на неделю разворот когда у вас неделя из петелечка вот бордовые с двумя лице этот посмотрим сколько но он чуть чуть меньше размера чем тот который у меня был значит был у меня стандартный размер он очень похож на по своему размеру на люэхтрум сейчас мы сравним вот акцент и люэхтрум так здесь у нас 14 и вот так вот у нас 20 почти 21 сравним их вместе да вот не по сути одинаковая буквально там какой-то небольшой миллиметраж отличается чуть-чуть люэхтрум на пару миллиметров он как бы больше но такое нельзя сказать ну и конечно же здесь в аксент есть петелечка родная сразу идет в цвет блокнота обычно я такой бордовый вела мне очень нравился здесь у меня такая серая ручка вот если стоит с бордовым серая ручка очень красиво люэхтрум вы видите резиночка намного тоньше такая массивная резинка прямо я покажу здесь сейчас найду чистые листики вот так вот он выглядел кремовая бумага неделя на развороте неделя на развороте то есть вот так вот но что здесь здесь все планы на неделю я очень долго его вела и и потом уже сейчас тоже постараюсь найти страничку где нету никакой дополнительной информации так вот так вот я делила эту сторону где записи и делила она например личные и рабочие то есть здесь были по времени к дню привязанные здесь были личные и рабочие а вот в конце тут где дается просто здесь линеечка а этот пишут новые которые я распакую пишут что будет клеточка вот на этих страничках они пронумерованы можно вносить на какой странице находится информация здесь я уже вела такие коллекции проекты по делам которые нужно было вести отдельно так я сейчас попробую показать может быть я я мне не перестала хватать места для записи я была вынуждена вклеивать листы прямо вовнутрь своего просто скотчем подклеивать лист рабочий так что быстро быстро не получается найти но постараюсь а вот здесь вот неделя а вот лист который я вклеила вот он подклеены прямо эти здесь день а вот здесь лист от руки я на скотч прозрачные его вклеивала ну да такой вниз не самое но но я вела очень долго по сути сейчас вот покажу сколько я его вела а вот видите столько времени я смогла вести по сути мне кажется это до августа я не до августа я летом начала вести малискин на 18 то есть я все это время вот подклеивала и переносила но мне конечно здесь очень понравился разворот на месяц здесь очень хороший акцент великолепно пустой вот вот раз раскладка по месяцу здесь много можно внести всего потому что я показывала в малискине и сейчас вам тоже покажу для сравнения в малискине месяц не на развороте а месяц находится на одной стороне до месяц только с одной стороны и вот другой сентябрь октябрь это сентябрь октябрь а здесь месяц на развороте здесь можно расписаться но что я не люблю я не люблю когда суббота воскресенье вот так сдвоены мне нужно чтобы было все разложено прямо и для субботы и для воскресенья полноценные были клеточки здесь у них было явно место для этого видите какие большие длинные края отступы они сделали и мне кажется все таки и вот тут много места и здесь много места мне нравится делать какие-то заметки дополнительные можно было организовать по другому бумага очень хорошая мы сейчас прочитаем в новом который я распакую здесь кармашек у меня вот кармашек и как всегда я здесь храню стикеры а вот это вот такой стикер кармаш карманчик вы можете его приклеить и вот что-то маленькое но это большой лист но можно маленькие листики укладывать на хранение вот таким образом раз и положили обратите внимание такие листики продаются их можно вот они хорошо клеятся и кучу всего хранить так еще же здесь у меня такая была особенность я исключительно исключительно вела этот блокнот ручкой цвета сепия вот вот здесь просто какие-то записи видите какой цвет вот только этим цветом вела здесь тоже видно разделитель скобой скобой который я делаю разделители нужно будет его отсюда забрать очень классные они они тонюсенькие прям они не чувствуются но видимо отлично их сразу хорошо видно они очень хорошо разделяют так это старый акцент который я по сути вела даже больше чем полгода разворот на неделю неделя находится у нас с левой стороны и с правой стороны список дел вклеивала листы чтобы мне хватало для записей перестала его вести перешла в молискин сейчас я приобрела потому что мне все-таки акцент нравится приобрела вариант поменьше вот так они выглядят сейчас положу друг на друга значит он и уже и короче то есть более такой компактный сейчас размеры 12 на 19 с половиной 12 на 19 с половиной резиночка тоже там есть спрятана 80 грамм значит здесь есть датированный ежедневник 12 с половиной на 19 с половиной кремовая бумага есть развороты на месяц также есть трекер полезных привычек сейчас посмотрим и 45 страниц в клетку для записи это то что я люблю вести в обязательном порядке когда у меня все мои коллекции как более journal или проекты или коллекции или задачи находится в ежедневнике или еженедельнике сразу в одном так распакуем и посмотрим не было варианта однотонного в том они бывают однотонные вот такие же бывают лиловые серые черные темно-синие желтый оранжевый очень много с петелечкой в тон как я уже говорила но вот такой маленькой серии я когда покупала я не нашла распакуем и посмотрим как он выглядит так он немножко немножко остается блестящим вот здесь видите гладкий такой есть блестящая часть петелечка черная принципе логично она здесь могла быть или или такая лиловая вот видно какой цвет или черная 80 грамм бумага кремовая бумага выглядит вот так вот петелечки здесь сразу вот если я говорю что я подклеиваю петельки люфтрум телечки люфтрум они такие тугие потом они уже вот подклеенная люфтрум темно-синяя в блокнот которым не был предусмотрен а не было петелечек только резиночка вот она такая плотная она потом разношивается скажем так а здесь петелечка у акцент сразу такая уже широкая хорошо разношена вот мне кажется очень хорошо видно что петелечка френдли сразу же к вашим ручкам единственное что скорее всего вот ручка нет нормально и даже если потоньше ручка она хорошо туго стоит ну совсем тоненькая конечно будет здесь но она мягенькая широкая резинка открываем смотрим бумагу так бумага дала бумага кремовая достаточно плотная чем мне нравится такой разворот такой разворот мне нравится тем что здесь мне легче расписать время на развороте который здесь как вы видите его нету но на разворотах которые были в предыдущем моем видите здесь очень сложно время проставить очень мало линеечек а тут по сути можно до обеда после обеда вот так разделить пополам и все время пронумеровать так также здесь стоят регистры для странички это дается возможность опять же как bullet journal отмечает что есть запись для этого дня на страничке по какому-то вопросу то есть выполнить что-то если у вас не поместилось 45 страниц мне кажется прекрасно этого достаточно иногда достаточно не всегда конечно но мне кажется можно поместиться значит мы пишем расписываем по дням и указываем что нам нужно сегодня на страничке 25 есть какая-то задача на сегодняшний день или на этой странице у вас находится проект и если вы его отметили значит у вас идет работа по вопросам этого проекта здесь информация расписан весь год здесь очень я люблю такие календари файлов акции виду такие календари когда расписан весь год здесь можно отмечать прямо вот берете линеечку и под линеечку отмечаете цветом или путешествие если вы где-то в поездке находитесь ну в основном я вот так вот отмечаю поездку или если у меня например вот принимаю витамины вот у меня я уже показывала есть такая витаминницы у меня здесь витамины там на утро обед и вечер я себе раскидала в эти ячеечки и конкретно расписано какой-то витамин c вот я прописала что витамин cd и там еще что то что что вам прописали принимаю весь февраль вот отметила и такую длинную линию которую я подписала как-то так оформляю я покажу это очень информативно так разнообразные праздники это расписание если у вас есть рутины вот так выглядит расписание это расписание очень часто используют и моли скин буль их труб не помню но моли скин точно это приоритетные цели на месяц но здесь можно выписать дни рождения и события я думаю хорошо дни рождения вы сразу будете видеть у кого можно поместить можно поместить это для путешествий какая страна дата но я же говорю но я например мне вот такой календарь удобней я прямо сквозное сразу вижу где какая поездка была но и так можно планы здесь можно строить можно что-то другое использовать ну я никогда не зарисовываю это тоже во всех вот малискин и так далее есть страны которые вы посещали зарисовать точки никогда не зарисовываю можно использовать для записи так это привычки прекрасно здесь шесть привычек которые если вы если у вас получится за год 6 привычек раз два три 4 5 шесть но это будет чудо конечно я пользовалась вот своем предыдущем пользовалась интересное что-то здесь у меня получилось сейчас сейчас проверю интересно я потом перешла с него или я не отмечала нет вы знаете я я пользовалась вот я отмечала здесь было в основное питание питание а там без перекоса время и так далее вот книги до пользовалась удобная штука зарисовываете сразу на месте здесь все есть если не хватает то я использую отдельные наклейки и опять же у вас здесь можно вот тут отметить сделать дополнительные трекер разворот а есть список книг тоже тоже хорошо раз два три 4 5 6 7 8 9 10 11 12 книг по книги в месяц для кого-то это прямо очень много и и это хорошо если вы прочитаете по книге в месяц я стараюсь читать больше но но не получается конечно иногда но стараюсь хотя бы три-четыре книги в месяц читать разворот на месяц как я и показывала начиная с января я люблю чтобы у меня был задел для предыдущего года чтобы например начинался декабрь 21 года и потом дальше январь я я люблю немножко подсматривать назад и смотреть вперед сейчас посмотрим будет ли здесь так здесь у нас декабрь до январь здесь нам не предлагается 23 года но но ничего опять же у нас есть дополнительные странички где можно выделить один листик в начале например декабрь 21 года или здесь можно просто вклеить листик возможно здесь вклеить листик и в конце вклеить листик или использовать первый листик для декабря 21 года и второй листик для января 23 года чтобы были у вас и архив предыдущего года и какой-то список дел на прошу на следующий год для меня это важно и не это требуется так мы дошли до так закончили вот здесь разворот на 22 год по декабрь и переходим следующие у нас начинается вот первое января 23 года это суббота но здесь небольшой задел на недельку предновогоднюю которая у нас перед новым годом идет вот прямо после католического рождества на 27 понедельник это еще выходной день так как идут переносы субботы и воскресенья и вот мы здесь можем уже спокойно переходить даже даже вот со следующей недели уже можно перейти в этот ежедневник регистры и тут так ну и вот в принципе вот так выглядит вся неделя значит в этом блокноте я я писала своими вот такими основными ручками сейчас в старом блокноте сделаю тест на ручки какой-то выберем такой вариант ближе сейчас давайте здесь сделаем тест значит это основная моя ручка которой я буду писать вот я просто буду писать год 2 дальше я пишу так толстушка иногда что-то отмечаю 2022 это вот прям капиллярная ручка обязательно я пробую свой текстовый выделитель я всегда им пользуюсь этот который пишу сакура это пишу заголовки каллиграфе п.н. пишу заголовки так тоже 2022 все их микрончиком пишу 01 это хорош для календаря в принципе это это так вспомогательная это такая же как это только тот же производитель только более тонкий и не балл тем не балл номер пока не вижу но он тоньше чем предыдущие здесь у нас кажется я не балл наверное единичка возможно где-то значит рядышком напишу вот видно насколько она тоньше а да можно можно кстати еще использовать чернильную ручку вот как раз мы хоть и чернильная ручка попробуем да это вот я хотела это сакура маленький сакура я уже показывала его в обзоре чудесным великолепный обожаю здесь сразу же тоже была такая то тут здесь очень толстая петелечка у меня моя ручка которая чернильная она вообще входит прямо с колпачком ее нужно ведь она прямо вот так так что если что-то ищите можете использовать этот блокнот что-то если смотрите для скетчбука так чернильная ручка тоже 2022 чернильная так значит все ручки вот они написали теми которыми я пользуюсь переворачиваем по сути все провели себя идеально кроме вот наверное капиллярные ручки которые очень такие толстенькие они они прямо мясистые 22 прямо видим как она выглядит так так что вот такой обзор на блокнот акцент 2 лице у него размер поменьше чем чем у лехтро и сейчас я наверное покажу еще его рядом с малискин чтобы у вас тоже было для сравнения вот рядом с малискин он короче это же немножко уже вот не очень он нравится я планирую что он у меня будет как такой вариант который я буду использовать для возможно поездок очень удобно брать для поездок может быть вообще весь год буду вести пока пока не не знаю цена у него тоже очень приятная я его купила так чтобы чтобы быть более точной мне кажется около предположу что около 7 долларов около 7 долларов конечно по сравнению с другими блокнотами это не очень высокая цена можно сказать что остальные блокноты они стоят два-три раза дороже такого плана так что рекомендую записывайте пробуйте я так предполагаю что это какая-то серия возможно это художник который сделал эту обложку сейчас еще раз здесь здесь просто кармашек информация общая сквозной календарь потом разворот на каждый месяц трекер привычек дни рождения список путешествий или планы путешествий возможно какие-то записи также здесь был трекер книг книги разворот на неделю суббота воскресенье имеют свои отдельные что для меня важно когда они не просто разделены так суббота и здесь воскресенье у каждого своя отдельная история уложена расчерчена удобно разделить пополам и тайминг выставлять здесь регистр страниц которые находятся в конце и вы можете здесь вести записи по проектам или по коллекциям на что обратить внимание вот такое самое репо этому блокноту возможно это как-то улучшит ваш выбор подскажет вам что там 150 ручек да все ручки показали себя очень хорошо и бумага блокнота кремовая 80 грамм что еще здесь у нас указано так 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 неделя на двух страницах так в принципе в принципе вот наверное вся информация две закладочки две закладочки одну можете держать на требуемой вам недели вторую там где записи на 45 страницах или наоборот неделя и рабочий месяц в текущий месяц вот так что такой обзор получился на хороший блокнот для 22 года выбирайте пользуйтесь планируйте